А, всем здорово, друзья! Смотри, как обычно, целуюся штор. Сегодня, как и обещал, попросил у говорящего Бена вот такой вот шкаф у него из-под одежды. Потому что, как вы знаете, он переехал ко мне, все, он боится хагиваги. Записал даже в боксерскую школу этого Бена. Ну, в общем-то, смотрите. Вот такой вот шкафчик, как обычно, у Бена все старенькое, СССР какой-то. Взял вот такой топ-петард. Здесь слабеньких не будет, все довольно-таки мощные. Так, по нарастающей пойдем, пойдем. Если уж 16-й Корсар не справится, то прибегнем к помощи XXL-бума. Кто помнит, как бахали мы его кресло, и вообще ролики, кто с Беном смотрел, кому нравится, сразу по традиции, прожимаем лайкосик. И что ж, думаю, начнем. Капец, сегодня денек, короче, две тачки сейчас приехали, но это вроде ДПСники были. Надеюсь, они на нас никого не вызвали, потому что мы тут в кустах типа лазим. Короче, в общем, все по ходу ролика узнаем. Предлагаю начать у нас с такой вот пулеметной ленточки. А я вам напомню, ни в коем случае не повторяйте вид на данном ролике. Мы соблюдаем всю технику безопасности, мы находимся в абсолютной безопасности, лучше смотрите, но ни в коем случае не повторяйте. Что, давай просто ее в шкаф закинем, чтобы все поняли, что мы взрываем, тут бахаем петарды, а ничего такого иного. Так, контакты запущены, ни в коем случае не повторяйте. Блин, двери так не закрываются. Вот это звуки были. Ребята, не знаю, микрофон передает, не передает. Ну, это было жестко. Бен, тебе понравилось? Не жалко шкаф? Не. Ну да, что он старый. У меня все равно шкафы лучше. У Бена вообще вещей на самом деле-то немного. Он всегда в одном и том же ходит. Ладно, Бен, ты мне опять начинаешь надоедать. В общем-то, ребят, как-то так, никаких повреждений пока что там нету. Предлагаю увеличивать калибры и начнем вот с такой вот пираточки. Интересно, дверь откроет. Шкаф, блин, из дерева, ребят, сделан вообще. Слушай, ну у него объем очень большой. Интересно, пробило ли фанеру там? Нет? Нет, фанере пофигу. Ладно, идем дальше. Есть вот такая петардочка П-750. Капец, там уже, кстати, калибры скоро начнутся, вообще мегакрупные. Давайте П-750 сейчас на фанере запустим. У него такой фитиль веселенький. Посмотрим, что будет. Не будет. Искра, капец, как бы шкаф не загорелся весь этот. Комод или как это. Ух, это уже было мощнее, лично как по мне. Давайте глянем, что там у нас. Нифига не пробивает. Друзья, а сейчас две мегамощные петарды. Вот такой вот Атас и Супер Крекер. Между собой мы их вроде как, я не помню, что бы сразу не были. Но давайте начнем вот с такого Атаса. Калибр крупный, поэтому Бена я уберу сюда подальше к портфелю, наверное. Здесь вот будет в безопасности. И ладно, чё ж. Давайте закинем Атасика. Поглядим, что произойдет. Мне кажется, может уже фанеру пробить. Так, контакты запущены. Прям возле дверей кинул. Сейчас будет жестко, думаю. Ох ты ж, ё-моё, не зря убрал Бена. Капец, что там произошло? Фух. Ёперный театр. Чё такое, Бен? Всё нормально, блин. Не задолбал. Он всё жалуется и жалуется. То ли у него какой-то комплекс. Мы этого Хаги-Ваги уже победили ещё в ролике, блин, со стиральной петой. Смотри, немножко так промяло, мне кажется, нет? Ну, немножко прям промяло. Ну, это пока что ещё ни о чём. Предлагаю увеличивать калибры дальше. И есть вот такая вот уже супер петарда. Может быть, давай попробуем под шкаф её закинуть. Посмотрим, какой это эффект даст. Ни в коем случае не повторяйте. Может, его шкаф подкинет этот? Не знаю. Ой, вспышка такая. Ооо, вот это звуки! Ё-моё, было жёстко на шкафу по барабану. Ладно, увеличиваем калибр дальше. У нас осталось ещё не так уж и много петард. Так, вот такая петардочка-бомбер. По размеру она большая, но по мощности, если честно, я не знаю. Достаточно слабая, как по мне. Давайте глянем. Вообще ни о чём. У этой петарды даже заглушки, блин, целые остаются. Вон они, посмотри. Да-да-да. Ооо, ты погляди, чё там у нас. Ребят, ну всё, чисто все прожимаем лайк, потому что начинается уже полная жара. Вот такой вот мэтт-бульдог. Чё, куда его? О, я знаю, может, давай на нижнюю всё-таки попробуем закинуть. Потому что петарда может нижнюю пробить и верхнюю ещё пробить крышку. Давай закинем. Прямо на нижнюю туда в шкаф. Главное, чтоб не выкатился. Ё-моё, нормально, думаешь? Опа! Вот это, ребята, чисто лайкос. Ёшкин ты свет, смотри. Пробило, нет? Глянь. Короче, она укатилась сюда, это петарда. Вот здесь так вырвало. Здесь фанера задняя с гвоздей повылетала, и вот здесь так пробило. Обалдеть. Вот здесь, короче, стрикая толстая, здесь прям дерево. Ё-моё, как мы тестировать будем? Знаешь, есть идейка, просто перевернуть его сейчас, да? И закидывать сверху вниз. То есть как? То есть просто, ё-моё, вот так вот сделать, да? Смотри, там она, кстати, отлетела с креплений. О, да ты глянь! Это откуда? С внешней стороны, это от бульдога тоже, что ли, так? И вот так, в общем, просто закидывать и накрывать. Думаю, идейка зачёт. Погнали, это сделаем. Ребят, давай сейчас увеличим калибр. Вот такая петарда. Крэйзи робот. Я думаю, она будет мощненькая. Сейчас, возможно, дверки нафиг подлетят вообще. Или днища вырвут. О, блин, смотри, дверь вырвало. Блин, дверку, походу, вырвало. Стой, подожди, смотри. Там Бен с Хаги-Ваги. Блин. Бен, Бен заловил Хаги-Ваги, смотри. Ты что, Бен, ты что делаешь? Ёшкин, ты свет. Попался. Ё-моё, ребята. Бен, ты нормально? Я. Вы что делали? Обнимались? Я. А, ты просто, он страшно из-за зубов его боялся? Я. А сейчас вы с ним подружились и обнимались? Я. Блин, ну я его боюсь. А он умеет говорить? Нет. Только ты говорящий? Я. Капец, ребята, походу, Хаги-Ваги был не злой, а добрый. Доверяете ему? Нет. Короче, ладно. Вы, мы продолжим снимать, вы, вы там будете, да, ничего нормально. Хаги, ты его не съешь? Он ничего не отвечает. Он тебя не съест? Нет. Ты уверен? Я. Ладно, окей. Сидите, смотрите, тут только аккуратно. Я за, я за вами слежу. Ладно, друзья, не суть. Я уже думал, Бен хотел расквитаться, блин, с Хаги-Ваги за все хорошее. А может он тогда тоже его обнимать? Пошел тогда, когда он его утащить хотел, хотел подружить с ним? Короче, не знаю. Сейчас вот такая петардочка страйкбольная. Очень, достаточно мощная. Ни в коем случае не повторяйте, естественно. Но мы профессионалы своего дела и соблюдаем всю технику безопасности. Кстати, смотри, как тут выбило. Там даже пыль такую подняло. Контакты запущены. Думаю, да мощнее было, нет? Мне показалось, было чуть-чуть помощнее. Ёшкин ты свет. Ребята, кстати, вот эту дверку, ее вот вырвало с этих шарниров даже. Смотри, какая это древесина. И тут, блин, комод на дрова можно продать, блин, в три дорога. Ёпа, красота, смотри. Здесь эту, кстати, выбило. Ой, и та вырвалась. Здесь эту, нет, не выбило, просто она расчаталась. Блин, в общем-то, как-то так. Что-то, походу, надо опять увеличивать калибр. Ну вот, мы сейчас этим и займемся. Есть вот такая петарда, дум-бум-30. В комментариях под прошлым роликом просили, Цимус, протестируй, блин, дум-бум-30, да, ребят? Пишите также в комментариях, какую петарду еще протестировать. Прислушаюсь. Также не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен, на Телеграм. В принципе, я устал это уже повторять, но так оно и есть. Кстати, огромное спасибо вот человеку за донатил на поддержку. Целый косарик. Кому, ребят, тоже несложно, поддержите в это трудное время. Ладно, закидываем дум-бум-30. Мне кажется, он должен быть вообще нормальный. Так, контакты запущены. Аккуратно. О, да ну нафиг, ваншот, вы серьезно? Ёшкин ты свет, ребята, лайкос однозначно. Вот этот дум-бум-30, слушайте, я думал, он слабее был. Ёпа-расота. Вот это жесть. Ребят, что еще? Ну, в принципе, можно остальные потестировать вот под этими остатками, я думаю. Блин, я думал, конечно, до XX альбума мы сегодня точно дойдем, потому что он выглядел уж очень прочным. Так, ну что, давай, наверное, 16-й Корсарчик вот сюда вот под низ запихаем, поглядим, что будет. У нас, кстати, тут камеру-то не снесло вторую. Вроде нет, живая. Бен с Хагиваги вроде сидят там нормально. Мы больше боялись, наверное, за этого Хагиваги. Друзья, 16-й Корсар установлен, запускаем. Ух, смотри, какая стушка, да? Интересно, что сейчас будет. Думаю, будет нормальненько. Ух, вот это плетка! Вот это звучок! Будто холостом каким-то здоровенным ударили. Вот это звучок, ребята, смотри! Проломило, проломило вот эту, как склеенный картон, ДСП, ДВП. Вот я путаю, ДВП, ДСП там всякие есть. Ну пусть будет ДВПшка. Проломило, а снизу, смотри, снизу-то тут дерево было. Ёп! О, да тут вот у нас, смотри, кусок дерева оторвал. Ну здесь, скорее всего, по сучку его вырвало, да? Блин, жёстко. Так, ну что у нас там есть? У нас осталось, ну ещё много петарды, уже, думаю, смысла особо тестить нету. Думаю, вот такая П-9000, сейчас что-нибудь интересное с ней придумаем, бахнем и будем потихонечку прощаться. Друзья, у нас уже вечереет, ну для эпика я, короче, убрал П-9000, взял более мощную петарду, Супер Кобру. Она должна быть мощнее в пару раз, потому что завершающий бах будет. Думаю, он должен быть как можно более эпичный. Конечно, шкаф, я что-то думал, будет как-то поинтереснее разлетаться. Возможно, нужно было взять какой-нибудь комод или что-то такое. Ну, ребят, писали много в комментариях тоже, бахни шкаф, бахни шкаф. Ну, вот, в общем-то, бахаем. Что, в шкафу большие пространства, там никакого пластика, ничего нету, мне это не особо интересно. Вот, допустим, ролик с принтером, да, с гигантом. Вот он был интересный, потому что там очень было много мест, где можно потестировать петарды. Так, всё, отходим на безопасное расстояние. Думаю, будет вообще жёстко. Ё-моё! Вот это карачунство! Видели, да, подкинуло так достаточно неплохо. В общем, вообще, этот шкаф весь весил килограмм 50, наверное, вот честно вам скажу. И времён ещё из СССР. Видите, здесь металл такой толстый. Ой, какой металл? Дерево. Здесь даже полноценное дерево. Кстати, можно на дрова его забрать будет. В общем-то, ребят, не забывайте также подписываться на Телеграм, на Яндекс.Дзен. Все ссылки есть в описании, также на донат. Вот, огромная благодарность этому человеку за то, что скинул денег. Так, чё вы, блин, друзья? Можешь Хаги-Ваги-Бен с собой забрать? Пусть он с нами поживёт. Забираем? Окей. Ну, Хаги-Ваги он не говорящий, а Бен говорящий. Ребят, короче, возьму с собой Хаги-Ваги. Так, посидите в сумочке пока. Потом, надеюсь, блин, он Бена не сожрёт, как вы думаете. Вот у меня есть опасения, что он может скушать этого Бена. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые мега эпичные ролики. По планам газовая плита, мега прочная. Из вот такого вот металла будем бомбить её XX альбомом. И, скорее всего, даже не только. Чё-нибудь помощнее надо будет раздобыть. Также у Бена есть ещё микроволновка, мультиварка, блин, унитаз, чугунная ванна. И, в общем, дофига чего интересного. Кстати, про афганский казан не забывайте, который держит мега жёсткое давление. А также по планам ещё вот такой люк. Только уже чугунный протестить тоже в комментах просили. И пишите в комменты, я все, ребята, комментарии обязательно читаю. В общем-то, с вами был Симус. Не забывайте также про группу ВКонтакте, про мой ВК, где я отвечаю подписчикам. И с вами, в общем-то, общаюсь. Всех обнял, поднял. Всем пока. Пока.